Привет, друзья! Не забыли ли вы подписаться на канал? Обязательно подписывайтесь, подписывайтесь на своих друзей, родственников, называйте меня Толя Чеснок. Это для подписчиков, для тех, кто в курсе, да? Смотрите же, я хотел сделать объявление. Как бы вы знаете, что у нас две недели назад была запущена онлайн образовательная платформа, Яшарю называется. Я вот хочу просто сказать, что произошло за две недели. 3172 уникальных студента уже прошли программу обучения, с учетом того, что вход только для владельцев активированных карт партии Ширия. Средний показатель удовлетворенности студентов 8,9 из 10. Что произошло дальше, я вам должен сказать. Мне начали приходить множество, множество пришло комментариев, сообщений, в личку в том числе, от людей с неподконтрольных территорий. Это то, о чем я не подумал. Это то, чего я не продумал. В свое время мы не присылали туда карт наших партийных. Потому что сложная логистика на самом деле, и это большие проблемы туда провести эти карты. А люди эти, такие же, как мы с вами, живущие на подконтрольной, или живущие там в Европе, или живущие в России, или живущие где угодно, это наши просто братья. И эти наши братья лишены возможности получить эти карты. Является ли это дискриминацией? Да. Факт. Поэтому я хочу сказать первое. Я думаю, что я найду возможность каким-то образом доставлять туда карты. Потому что при помощи карт будет возможность заходить там другие всякие программы. И много мы еще чего придумали, да. С другой стороны, ну ведь сейчас вот есть вот так вот. И я могу себе представить, как этим людям обидно. Поэтому, полагаю, что будет правильно открыть онлайн образовательную платформу для всех. Мы не думали так делать. Почему? По одной причине. Мы работаем на своих избирателей. Мне плевать на избирателей свободы. Какого-нибудь там не хочу даже произносить вслух. Мне все равно. БПП там и что. И они пусть сами там где-то образовываются. Это их личное дело. У нас была тема для своих. Но здесь я должен перешагнуть через свое желание делать свой закрытый клуб для своих, опять-таки. Ну, какое нам дело до чужих, да. Из-за людей, из-за моих братьев, которые находятся на неподконтрольной. Поэтому, друзья мои, я принимаю волевое решение открыть. Открыть это исключительно для вас, друзья, которые проживают на неподконтрольной. Так, и мы решили создать еще 4 образовательных продукта, тема которых определите вы. Вы сами определите, что вам хотелось бы узнать. Так, тут 60 секунд от вас потребуется для того, чтобы заполнить, перейти по ссылкам и заполнить форму. То есть 60 секунд, 1 минута, ну пожалуйста, да. Какие вы хотели бы еще получить там курсы. Ну, теперь касательно этого видео, которое есть. Опять-таки, там есть много месседжей, которые вы уже слышали. Но я их буду все равно пробивать на телевидении. И я хочу пробить главную мысль. Хватит бояться говорить правду. Хватит бояться выражать свое собственное мнение. Гиббоны вокруг прыгающие, вот это вот бросающиеся говном, вас запугали. Хватит, освобождайтесь с этого. Майдан же освободил. Майдан дал возможность говорить вам то, что вы думаете. До нас приедуться Анатолій Шарій, политики-блогер по скайп-звязку. Анатолій, добрий вечер. Одразу до вас запитання. Вы так само проводили расследование. И сейчас всплываются новые факты того, что именно происходило 18-20 лютого. Мы спостерегали певную информационную картину протягом последних 5-ти лет, когда фабула виглядала наступным чином. Мирные протестувальники вийшли на протест, а влада их с ухвалой расстреляла. Зараз являются другие факты, и, в частности, другие особи. И, в частности, интересуются события 20-го лютого. В общем, тот день, когда были наиболее расстрелы на улице Институтской. Что вам про это известно? И вы так само сделали свои расследования. Вы тоже исследовали группу, которая могла иметь оружие, могла спровокировать эту массовую бьенню на Майдане. Добрый день. Смотрите, фишка в том, что я же могу высказывать свои мнения, свое мнение высказывать, проводить расследование, делать какие-то свои умозаключения и так далее. Но есть видео, и это видео допроса в Генпрокуратуре. Следователи, которые проводили видео, я до сих пор их вижу, они мелькают там уже на новых каких-то допросах, на новых каких-то следственных действиях. Они проводили допрос с Липовым, Дмитрием, по-моему, Липовым. Вот я не видел, к сожалению, начала вашей передачи, но там присутствует и Елена Лукаш, она прекрасно знает, кто, если задаться вопросом, кто стрелял, ну прекрасно известно, кто стрелял. Эти люди сознались, самое странное для меня было в этом допросе то, что парень этот Липовый, когда его спрашивали, он не понимал вообще, что плохого он делал. Ну да, хорошо, стреляли, ну стреляли, ну уж по ВВшникам стреляли, не по людям, в таком плане. Там огромный допрос, длительный допрос, где он очень подробно рассказывает, как он передавал этот карабин, как он его, во-первых, привез в Киев, как он его передавал, сколько было патронов, что ему вернули патронов не было. То есть я смею полагать, что все эти патроны, огромное количество, были выстрелены в живых людей, в правоохранителей. Сколько в итоге умерло этих людей, неизвестно никому, потому что никому это не было интересно в итоге. Что с Липовым случилось? На самом деле ему дали уйти за границу, буквально через 4 дня он покинул территорию страны. Насколько я знаю, его даже в Интерпол не заявили, то есть специально было сделано все, режим полного благоприятствия для того, чтобы человек ушел за границу. Когда я сейчас вижу выступление Горбатюка, вот буквально вчера видел, у меня он вызывает не то что раздражение, а то же недоумение. Почему этот человек не привлекается к ответственности наравне с другими, которые знали. Все 5 лет знали, они отлично знали все. Но тем не менее фальсифицировали, тем не менее постоянно втюхивали эту натуральную ложь. Когда говорят о том, что было там не три кита, а три мифа Майдана, небесная сотня, ну понятно. Сегодня уже Порошенко заявил, более 80 людей убида. То есть он уже понимает, что говорит сотня, это уже как-то не комильфо, уже начинают занижать. Для чего нужно было это делать с самого начала? Я застал Надя, вот сказала, Надя сказала, наш народ готов принять правду. Если бы сейчас сказали правду, готовы принять правду. Не готовы, потому что когда ты рассказываешь о том, о чем даже снимало видео громадские, они же громадские, это же их телевидение, они должны ему верить. Дидыч, которого сбил Бибык, активист Майдана, попадает в небесную сотню. Один активист Майдана сбивает другого активиста Майдана. Когда ты об этом говоришь, тебе начнут кричать, что это за брехня? Это ложь, прокремлевская ложь. Да какая же ложь? Это материалы дел. Когда озвучиваешь материалы дел, сухие материалы следствия, материалы судебных производств, которые не касаются Януковича. Это происходило в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м годах. Говорят, нет, это ложь. Но они не готовы принять правду, потому что это настолько укоренилось. Дети с этим росли. Дети маленькие, они рисовали картины там мертвых, я не знаю. Они отправляли, ну это реальность, они отправляли письма мертвым, ну небесной сотне. Ну извините, но это же передоз. Это перебор. Конечно, оно вот здесь поселилось у людей, и выбьется еще не скоро. Анатолий, как вы вважаете, новые обстоятельства, которые сейчас оприлюднили в засобах массовой информации, они будут исследованы, власне, процессуально, так, как это нужно, новым, новостворенным департаментом, ну не створеным, да, а продубльованным. Ранее это было управление Гроботюка, теперь это будет новое ведомство в Державном бюро расследования. Как вы, возможно, прогнозируете, каким чином в парламенте будут, до речи, отзначать эти даты, да, какие будут меседжи для общества, зокрема, с боку Зеленского, да, как он будет характеризовать эти события. Я не знаю, у меня есть надежда на то, что, наконец-то, что-то изменится в плане вот этой вот однозначности. Есть однозначно белое, есть однозначно черное. Вот это вот белое, они пошли майдановцы, вот это вот черное, это правоохранители. Их унижали, ставили на колени, они все кровавые. Эти кадры предпочитают не показывать, такие неприятные достаточно кадры, где унижают человека, да, второй, старший, по званию хлопает этого парня по плечу. Это ВВшники, это просто солдаты. Их рисовали демонами, черными какими-то убийцами и так далее. Изменится ли это? С учетом количества упоротых, которые прошли с Зеленой командой в парламент, я буду называть вещи своими именами, я не знаю, изменится ли это. Все пытаются подстроиться как-то, все боятся сказать правду. Вы понимаете, мы живем в атмосфере какой-то вот боязни сказать правду. Я проживаю в Европе, вот здесь такого у нас нет. Если ты хочешь сказать правду, ты говоришь. А знаете, в чем правда? По моему мнению, хватит уже врать и говорить, что эти люди выходили там, надо понимать, люди выходили, ведь они не знали, что они могут сделать плохо для страны, ведь они хотели сделать хорошо. Давайте представим дом. Мы живем в этом доме, и вот людям торкает десяти квартирами, и они говорят, они насмотрели телевизор, ТСН, Эспрессо ТВ, и они говорят, давайте снесем крышу, и космические лучи согреют наши квартиры, и мы не будем платить за коммунальные. Все остальные говорят, да ну ладно, но это не поможет. Давайте сменим того, кто руководит нашим подъездом, давайте сменим директора ЖЭКа, просто берем, пересберем его. Они говорят, нет, снесем крышу. Сносят крышу, нам будет хорошо, мы снесли крышу, пошел дождь, все, дом пришел в упадок, конец дому, все разбегаются по Польшам, по Венгриям, да. А мы боимся сказать, что вот они же хотели хорошо, да все равно, что они хотели. Они дом разрушали, и разрушили, и большинство того ужаса, который сейчас происходит, благодаря вот этим вот людям. Да, Анатолий, вот.